19 октября традиционно все учащиеся лицеи отмечают долгожданный и любимый праздник – День лицеиста. Особенным этот день становится не только для тех, кто начинает свой путь в стенах подобных учреждений, но и для выпускников. Сегодня у нас в гостях ученица Тираспольского общеобразовательного теоретического лицея Анастасия Брусенская. Доброе утро. Доброе утро. Анастасия, мы поздравляем вас с этим великолепным праздником, Днем лицеиста. Расскажите о своей жизни в стенах лицея, как вы начинали свой путь. Спасибо большое за поздравление. Как я начинала? У меня учился в лицее брат, поэтому класса с пятого я точно знала, что я иду в лицей, и только на физмат, у меня просто других вариантов не было. Вот знаете, первый день заходишь, такой, ах, боже, где кабинет и куда идти, и такой чувствуешь себя потерянным. Но через буквально неделю ты уже осваиваешься там, и что мне нравится в лицее, это атмосфера. Она как-то поближе к университету, то есть чувствуешь себя на уровне выше, чем немного школа. И вот 19 октября, День лицеистов, в этот день проходит для восьмиклассников это посвящение в лицеисты. И сначала мы приходим, мы даем клятву, у лицея есть кодекс, кодекс лицеиста, мы клянемся там защищать традиции, соблюдать традиции, защищать честь лицея всегда. Затем нам представляют лицейский мудрец, альмонах, это издание лицейское, там собирают все произведения лицейских, ну лучшие произведения лицеистов самих. И затем мы садим деревья, это одна из лицейских традиций, то есть как бы вы уйдете, а память о вас останется, то есть заложили фундамент такой. И затем общий классный час, ну в каждом классе, о дне лицея, говорим, все лицеи, все лицеи у нас хорошие. А затем для старших классников это КВН, который делают сами ученики, либо на круглые даты это между учителями и учениками. Вот так примерно проходит этот праздник. Вы сказали о том, что лицея отличается от школы непосредственно, наверное, тем, что с восьмого класса ты начинаешь уже определяться с будущей профессией, так? У вас есть направление, и почему, кстати, физмат? Вы сказали, что вот я точно должна была поступить туда, и почему? Ну я не показатель того, что в восьмом классе точно определяет направление, потому что я поступила в лицей без экзаменов на основании того, что была призером городской олимпиады по русскому, пошла на физмат, логично, правда, а теперь собираюсь на юридический. А, то есть есть определенная связь? Нет, ну, говорят, что те люди с физмат, кто выучился на физмате, они точно уже выучатся на любую профессию, да, потому что кто прошел физмат, понимает уже все. Ну, примерно так и есть, но, по-моему, это касается не только физмат, а в лицее, в общем, это не какой-то, тебя обучают на узкую специальность, ты, в принципе, развит во всех направлениях, и можешь выбрать любую профессию. Да, тебе могут понадобиться какие-то дополнительные уроки по специфическим каким-то знаниям, но в лицее множество элективных курсов, ты можешь выбрать любой и, пожалуйста, учись, как тебе нравится. Как-то сам процесс обучения, знания, которые начали получать вот с восьмого класса, было сложнее или как-то влились аккуратненько, осторожно? Мне сложнее стало только в одиннадцатом классе, восьмой, девятой, десятой я разницы не чувствовала в принципе, но мне учеба дается легко. Кто-то говорит, что сложнее. В одиннадцатом классе, да, там уже чувствуешь более ответственным себя, как-то нужно делать выбор, нужно решать, что ты делаешь дальше, и вот там уже и учителя начинают больше загружать, вот так только. Вот я знаю, у вас такая есть интересная традиция, это высаживать деревья во дворе школы, это вот первокурсники, так сказать, восьмиклассники высаживают, да? Да. Вот ваш сад наверняка пополнился количеством деревьев. Да, и пополнится сегодня вновь, когда восьмиклассники пойдут высаживать деревья. На самом деле это очень интересная традиция, это как-то объединяет сам класс и даже всех лицеистов. Потом мы все фотографируемся и запоминаем это надолго. Кстати, выпускники лицея приходят в стены родного учебного заведения, допустим, даже 19 октября? Конечно, вот 19 октября особенно приходит множество лицеистов именно на КВН, посмотреть, как это происходит, там зал просто забит, стоят и в дверях, и где угодно, вот родственники, особенно тех, кто учится, вот мой брат собирается пойти 19-го, такой, все, я обязательно буду. Кроме того, это встречи выпускников всевозможные, ну и так и в простые дни приходят выпускники, заходят к учителям поздороваться. Есть какая-то легкая грусть от того, что заканчивается обучение и уже так в университет придется уйти после этого класса? Да, эта грусть началась еще 25 мая прошлого года, когда ты понимаешь, что видишь, как выходят эти выпускники, как плачут не только девочки, мальчики плачут, что они расстаются с лицеем, с этим классом, с учителями. И ты думаешь, боже, остался один год и я тоже уйду отсюда, не хочу ничего решать, не хочу ничего, хочу здесь остаться в лице и учиться дальше, все, больше ничего. Вы поступаете в ПГУ или в... Я пока еще думаю, хотелось бы Высшую школу экономики в Россию, но, может быть, останусь и в ПГУ. Спасибо за увлекательную беседу, хочется пожелать, во-первых, лицею, конечно же, новых, хороших учеников и много-много лет обучения еще достойных людей. Ну а вам хочется пожелать, чтобы все получилось так, как вы себе планируете после 11-го класса. Спасибо. Да, в свою очередь мы хотим подарить вам подарок, это такой приятный бонус, да, в конце нашей беседы. Подарок от наших партнеров компании Тианде, пользуйтесь на здоровье, желаю вам успехов, хорошего дня и удачи. И вам того же. Спасибо.